Прррррррррр», «ГГ не будет» Большая часть мясной продукции рак вызывает ДАА И СЕ ЯСНО БЛЯТЬ Вася в веганство пошёл Ой, gö все... что на удивление Все.... кождись... пожалуйста Ребята! Мясо рак вызывает... А вода, Подожди, а вода которая из труб Течёт, там же примеси А воздух загрязнённый Там же тоже примеси Фрукты обколоты гмо овощи тоже химикатами попшиканы даже воздух смертельный он грязный все пиздец не является растить самому кроксы одно из фишек о которых говорилось в рекламной компании в начале их продаж было то что они сделаны из стопроцентно нетоксичных материалов то есть застряв лесу их можно вскипятить и съесть ада но думаю что на вкус они также на вид если ты застрял в лесу и у тебя нечего есть но каким-то образом телок который способен вместить в себя пару кроксов хрен зная зачем ты взял их с собой в поход по дикой природе кто ты скорее всего совершил ряд непростительных ошибок маленькие наклейки на фруктах даже сам клей на них одобрен санитарно-пищевым надзором я все в чеху ели они фрукты в сибири видели можно хавать наклейки там наклейки там не знаю там они все за пошарпаны и просто в кадре мне кажется в них просто руки вытирают время ем наклейки чувак главное будь поаккуратнее с кожурой в ней содержатся токсины выкури парочку сигарет дым разберется с бактериями у тебя в желудке были это масло общего назначения для смазки и защиты от ржавой им применимо для металла дерева и кожи она абсолютно безопасно для питья и даже пахнет лакриций вернее это из разряда чтобы убить коронавирус надо блять хуярить пиво ада блять долбоебы бабушка кормила им меня в качестве народного средства лечения чем ты таким дым в желудке дым в желудке такой дым в желудке мне аж любопытно стало по сути она помогает от чего угодно от боли в горле запора шелак это та фигня который лакирует дерево его добавляют все от лака до ногтей до конфет шелак вырабатывают жуки вкуснятина кока-кола это та фигня который полирует металл она еще растворяет кальций и может очищать медь туалет и блять долл его тюльпаны я знал девушку которая схабала нарцисс она клялась что и это не навредит хотя все ее отговаривали в итоге есть стало хреново и она ушла с 5 бездоров бабушка рассказывал что голодные годы военные язычки от ботинок варили но типа то что из кожи сделано но типа там же кожаную всякую хуйню они варили кипятили и хавали там ремни еще чё-то вот и пораньше мягко говоря никому это не понравилось а еще краситель из кока-кола делается из червей другие люди более слабые отличный способ заработать кучу ужасно а мармеладки из костей берут зверя зверя берут все от него выбрасывают оставляют лишь кости и перетирают их и потом вы это идите полячик так что нет спасибо как ни странно галлий его можно съесть относительно много христили рекомендация об употреблении галлия проводите собственные исследования и принимайте свое решение я не склоняю к употреблению галлия я сейчас его с его марки я ровно установить со мной произойдет что-то плохое хорошо но мне это не понравится скажешь потом как на вкус ради углил он содержится в воде во фруктах и в нашем организме о боже я умру можно выделим небольшое его количество используется в качестве слабительного и размягчителя стула однажды моя собака съела целый бутылок жизнь окса жи за у меня до сих пор здесь лежите покажу вазелиновое масло покупаете вазелиновое масло если срать не может ваш домашний питомец вы ему вазелиновое масло капаете в корм и он так дрищит просто как носорог вода у моего котика когда запор был я так лечил к 100 да да она еще так вкусно пахнет бляж самому захотелось похавать его потом она снова пыталась это проделать но я вовремя заметил хз почему но моя собака жестко подсела вазелин вазелин роберт чизбором каждый день съедал по ложке и дожил до 96 лет моя бабушка при этом она не ела вазелин c4 я не ровлю не рекомендуется очевидно и нифига не полезно но ты можешь его схавать после чего тебя ждет взрывная диарея я как-то слышал как один чел сказал что-то вроде мне тупо разорвало пердак походу вот что он имел в виду из одуванчиков можно приготовить на вкусный одуванчиковое варенье бля имба кто в деревне жил кто вот в деревне кто там из вас там жил flexi у вас бабульки то готовили бляда такая имба овощи это такая вкусно то я помню вот я да я когда бабульки когда приезжал и постоянно у нее блядь эти банки забирал с этим с одуванчиковым этим вареньем или что-то мед блядь я не знаю что это чай на французском одуванчике называют писали что бутуально означает написать в кровать одуванчику дали такое название якобы потому что чай из одуванчиков увеличивает вероятность обмочиться в постели у нас в западной части нью-йорка во многих ресторанах подают стейк вместе с сэндвичем из одуванчиков а я тем временем каждую весну вырываю и выбрасываю этих ублюдков со своего сада у меня был пациент страдал тяжелой формы алкоголизма он каждый день в течение примерно 15 лет выпивал по две большие бутылки жидкости для полоскания рта листерин и так далее думаю подумать что порядка десяти тысяч бутылок жидкости для полоскания рта способна убить человека но нет по крайней мере не очень быстро скорее всего его жкт пришла полная жопа но зато запах из арта был свежим и мятным пару месяцев назад не удалили желчный пузырь вытащили оттуда камнем доктор разрешил не оставить и даже у каравая же в желчном пузыре этом блять камушки 3 камня о бля не повезло не повезло поэтому я не знаю поэтому у меня я не за у меня страх какой-то ебучий и я постоянно у меня фильтр стоит в на в кране у меня фильтр стоит очистительный и я еще эту воду которая из крана прогоняет через аквафор там лет десятерная фильтрация идет лишь бы какая-то хуйня в пузе не отклалась я могу их съесть как я понимаю они вы занимаетесь зарядочкой серина так что стали утром так может безопасно переварить большинство ядов проблемы возникают если у вас есть ранки во рту или в пищеварительной системе изменом это не означает что теперь при любом удобном случае нужно пить яд или целоваться с коброй в засос не травите свой организм токсинами есть более адекватные способы узнать если у вас болячки во рту или язвы в чечнике вам может помочь крепкий алкоголь пища как вариант лаконос американский съедобен если его правильно приготовить помню отец моего шури на кресле занимаются он сказал что чтобы выпарить больше ставить лишь совсем чуть-чуть чтобы слегка пощипывала губы эйл гиббонс практически любая часть сосны может употребляться в пищу чай из сосновых иголок содержат много витамина c зеленые мелки только зеленые в особенно оранжевые самые вкусные метиленовый синий краситель хотя из-за него у вас будет синяя моча но это может быть даже угарно он оставляет тяжело отмываемые пятна у тебя посинеют трусы посинеют унитаз сиденья в машине у большинства людей кто пил метиленовый синий краситель были проблемы с контролем мочеиспускания животные с бешенством просто избегайте слюнных желез и в целом этой области источник спросили нашего преподавателя по вирусологии когда один из сокурс укусил мертвого енота чем зачем ну мы хотели узнать не опасно ли это тут скорее имелось ввиду зачем он кусал мертвого он хотел пробраться внутрь надо больше ничего знать висмут активный ингредиент пепто бисмал загуглите висмут это такой красивенький камешек крапива очень вкусно я помню у меня бабуль кто что-то из крапивы дело полтора года назад открыл для себя и и гастрономические особенности и это охренительно в ней дофига витаминов и минералов так что до крапива дико полезный продукт просто нужно замочить ее сырую на 20 с лишним минут либо готовить в первую очередь чтобы выпарить весь яд пиво трудно собирать его того стоит на самом деле с нее нужно брать только верхние побеги и листья стебли не употребляют в пищу кстати она растет тут в британии практически круглый год еще из ее волокон и стеблей можно изготовить веревку короче нам может это сплошнее использовать от растения тем более что крапива быстро растущий сорня который может вырасти где угодно выращивать кристаллы где живу если она расцвела так как у цветущих культур накапливаются микроэлементы которые могут вызвать раздражение мочевого зря и почек но можете постоянно подрезать верхушки чтобы крапива не расцветала так у вас течение всего года будет бесплатная зелень для салата все что есть внутри пчелиного улья включая пчел можно сожрать только смотри чтобы не ужалили мой сосед не поверил мне когда я притащил с местного фермерского рынка сотой и хавал их ложкой ну тупые реально вот самая балдежная самая балдежная это берешь реально вот вот не мед самая хуена а вот соты покупает покупаешь соты пластину такую с медом внутри от отламываешь там ложечкой и хаваешь просто как жвачку такую вкусненькую имба чтобы добраться до меда а потом выплевывал сами соты но чтобы доказать ему что они съедобны я сгрыз и проглотился 544 писать комменты по типу только потому что их можно есть не значит что их надо есть я и не говорил что соты надо жрать как обычную еду но они все равно безвредны если только ты не съешь целую тонну так что завалите погубите если не верите а какие на вкус медовые соты вкус похож на медовый ароматизированный воск блять челы реально никогда в жизни не ели соты блять спрашивают какие на вкус юб ты блять как мед потому что они им по сути и являются в детстве иногда жевал соты вместо жвачки позволить себе жвачку я был бедным фермерским пацаном только челюсть слегка охреневала соты тяжелее жевать чем обычную жвачку собачий кошачий корм требование управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов корм для домашних животных соответствует стандартам человеческой пищи дело в том что в свое время испытывая депрессию до году люди померли от употребления корма для своих питомцев изменено я не про яму там как вы как раз коту купил по эти самые паштетики там у него этот самый у него там чего у нас там у него паста у него там где тот куриный паштетик есть вкусненький у него есть говяжий паштетик вкусненький телятина у обширных исследований на эту тему об этом на уроке истории в колледже забавная история в далеком 1987 году я отправился в паку хинги в церкви смоки маунтинс встретил там несколько туристов которые советовали в качестве неприкосновенного запаса брать с собой карты или около того сухого собачьего корма идея заключалась в том что ты бы никогда я если бы ты просчитался запасами и ставил бы жесткий голод ты бы смог поесть с вишней выжить до следующего привала изменено многие спрашивают почему бы не взять с запасом человеческой еды как я уже сказал идея в том что вы такие корму ты притронешь капец вы такие странные реально если странные охуел помню пацаны гудрон жевали а может быть ты странный и мать учила детства не было реально есть люди которые не я ранний раз в жизни холодец не хавали пиздец холодец хуйня пылять извинись ты точно не захочешь его съесть в обычном состоянии кто-то внизу писал про вяленое мясо но на самом деле вяленое мясо довольно крутая тема пройдя хоро же котик он спит че с радостью заточил это мясо но не собачью жратву что касается количества 400 граммов это братьевым хлебом возьмите сколько угодно что за чудо был этот гномий хлеб все вдруг переставали испытывать голод если из запасов оставался один лишь но не хлеб доставили баш глянуть на него и в голову сразу же приходила масса других вариантов что можно отведать свои ботинки например кусок скалы сырую баранину свою собственную ногу на чит почитайте плоский мир не пожалеете читаю я верю судно серфлю интернет в поисках всяких кулинарных советов базаришь у меня даже слюньки потекли пожалуйста возьмите внимание вот что только потому что вы можете съесть что-то не означает что с этим безопасно взаимодействовать или вы вообще должны это съесть ртуть например съедобно на на не всасывается в организм при ее употреблении через рот но зато при вдыхании она вас может убить так что да будете пить ртуть задержите дыхание сперма немного странно почувствовать себя при этом плохо сперма это по большей части просто вода я помню как ради науки и пришли к выводу что технически можно прожить в ней достаточно питательных макроэлементов но проблема в том что в ней слишком много воды да это была единственная проблема рушащая эту идею а ну да фатчан эксперты в потреблении семени уголь но не тот который вы покупаете чтобы приготовить барбекю я про медицинский уголь у которого похожий состав он не только безопасен но и офигенно избавляет от желудочно-кишечных вторженцев да еще он отлично впитывает яды и токсины только стоит пола еще от любые лекарства так что а еще если вы хотите побухать пойти но не хотите набухаться кровати угля за пару часиков и все и вы не набухаетесь лайфхак ха 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 бля вот так вот то будьте осторожны с углем если вы принимаете какие-то препараты ржавчина спасибо пойду сожру свой ржавый забор я подумываю объединить все ингредиенты про которые здесь писали в одно сытное блюдо и посмотреть что из этого поможет дам человечество я обычно и обычно либо хавала пирамид либо хава и угля есть еще таблетка такая и модем называется она короче она для экстренного у меня случая когда мне нужно куда-то ехать на долгое время вот ты берешь просто и модем хаваешь у тебя жопу закупаривает примерно на два дня ну ты два-три дня никак от не можешь вообще тут глина зеленые мелки были стол крем не велистерин яд сперма наклейки тюбаны собачий корм вазелин гали шелак кроксы c4 целый улей кола сосны одуванчик и крапива синий краситель мясо бешеного енота висмут сперма ржавчина лаконос камни из желчного пузыря жидкость для полоскания рта и уголь большое спасибо за просмотр в комментариях одна таблетка угля на 10 килограмм да уй-бой Когда я вижу мужика, у меня стояк